Здравствуйте всем! Сегодняшняя тема урока – химические волокна и их свойства. Цель и задача урока – продолжить знакомство с процессом производства ткани из различных волокон, обеспечить усвоение обучающимся особенности производства химических волокон и тканей из них, развить способность анализировать свойства ткани в зависимости от свойств волокон, сравнивать виды ткани и выбирать способы ухода за ними, воспитать желание, применять полученные знания на практике. Классификация химических волокон. Химические волокна делятся на искусственные и синтетические, искусственные вискоза, ацетатный шелк, синтетические – это лавзан, капрон и нейтрон. Сырье для получения химических волокон. Получение ткани из химических волокон – это предварительная обработка сырья, приготовление прядельного раствора, формирование волокон из раствора, вытягивание, включение, перемотка, производство тканей и отделка тканей. Химические волокна вискоза. Здесь указано свойства волокна и свойства ткани и применения. Также ацетат, лавзан, капрон и нейтрон. Применение химических тканей. Химические ткани используют для производства одежды, укрывного материала, упаковочного материала, ниток, шнуров, веревок, игрушек, портир, обивки мебели, обивки стен, рюкзаков, сумок и технических тканей. Прокладочные материалы, клеевая прокладка, синтепон, ватин, флюзелин. И нетканные материалы. Далее заполняете таблицу определения состава тканей по их свойствам. Здесь указаны признаки ткани. Домашнее задание – ответить на вопросы. Здесь вопросы по химическим волокнам. И заполнить таблицу. Всем спасибо за внимание. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому